Всего через месяц состоится запуск раннего доступа Корпанка, и вместе с ним десятки тысяч игроков устремятся покорять этот проект, осваивать новые классы, механики, профессии и локации. В этом фонтане бесконечной радости жизни, из-за выхода нового ММРПГ, прозорливые игроки могут упустить одну очень важную деталь. Большое количество реагентов, часть из которых стоит сильно дороже, чем любые другие. Сфокусировавшись на них и не дав волю эмоциям, вы не только сможете заработать внушительное состояние в игровой валюте, но и при желании сможете конвертировать ее во вполне себе реальные купюры. Собственно, этот выпуск и будет посвящен разбору наиболее ценных реагентов, доступных с самых первых шагов. Правда, прежде чем мы перейдем к этой теме, мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает Камбэк ПВ. Камбэк ПВ это уникальная возможность окунуться в оригинальную версию классического Perfect World на двух игровых мирах, которые предлагают вам обновления 1.3.6 и 1.4.6. Первая, как вы наверное понимаете, более гиперсоциальна и ориентирована на хардкорную аудиторию, которая готова к тяжелой и долгой прокачке. А вот вторая, чуть более популярная, сыскала свою славу ориентиром на высокоуровневый контент, который здесь становится доступен гораздо быстрее. К услугам игроков не только ущелье Феникса, Куб Судьбы и Золотая Медитация, куда уж без нее, но еще и соответствующие активности, вроде арены Авроры и Битвы Династии, а также множество мировых боссов. Любители же сражений с другими игроками точно будут довольны, ведь здесь идут практически беспрерывные сражения между десятками различных гильдий, пытающихся захватить мировую карту и получить головокружительный призовой фонд. Заинтересовались? Тогда смело переходите по моей личной ссылке в описании и регистрируйтесь, за нее и вам, и мне начислят множество приятных бонусов. Удачи! Итак, мы собрались хрючить в Корпанк, но не можем определиться, с чего начать. Первый реагент в нашем списке это пресловутый неоновый гриб, который уже успели проклясть все, кому не лень. Секрет заключается в том, что добывается он только с магических деревьев второго тира, которые произрастают в локациях с существами от 10 до 20 уровня. И при этом для его сбора необходимо иметь в заготовке древесины 40% мастерства. Реагент имеет синее качество, поэтому выводят в среднем около 5 штук в час, при учете того, что вы занимаетесь его целенаправленной добычей. Один экземпляр этого гриба на профильных биржах обходился игрокам в 1000 российских рублей, и это при том, что для комфортного игрового процесса вам их потребуется 6 штук. Именно столько грибов встречается по заданиям в первом регионе, а значит их где-то необходимо добыть. В предлевости ради нужно заметить, что такая цена обусловлена не только его чрезвычайной редкостью, но и огромным спросом. В какой-то момент, а это происходит довольно рано, он становится необходим всем в основной сюжетной ветке, а также по побочному заданию. Происходит это довольно рано, и в результате спрос на рынке резко превышает предложение, а это приводит к росту цены. Скорее всего разработчики из Artificial Core как-то изменят его востребованность или же увеличат частоту его получения. Но факт в том, что гриб продолжит быть актуальным в более поздних заданиях, а значит цена может быть будет и меньше, но все еще довольно высокой. Второй вариант для Хрючева в нашем сегодняшнем списке это катализаторы. Катализаторы это синие шклянки, которые выпадают из сундуков, боссов и существ по всему миру. Смысл их заключается в том, что при использовании они дают вам очки специализации, которые позволяют развивать ваши навыки. Их развитие не только увеличивает их урон или исцеление, но и наделяет способности абсолютно уникальными эффектами. Например, применив какой-то навык, вы можете начать быстрее передвигаться, или же от такого врага вы сразу же его оттолкнете. В общем, вариантов много, поэтому на катализаторы довольно высокий спрос, и поэтому их очень редко продают. На сегодняшний момент цена катализаторов на рынке исчисляется кратно тысяче. Тысяча это количество опыта, которое они дают. Соответственно, подобное количество ресурса обходится покупателю в 250 российских рублей. Вам может показаться, что это не очень много, но нужно помнить, что из некоторых сундуков выпадают шклянки сразу на 2500 ресурса, а это уже солидная сумма. Проблема в том, что для эффективного фарма противников они вам тоже потребуются, поэтому их продажи начинают вызывать определенные сомнения. Тем более, что шанс их получения близок к статистической случайности, а значит целенаправленно выбивать их не очень-то и получится. Хотя, если вам удастся собрать хорошо экипированного персонажа, этот процесс в теории можно будет поставить на поток. Еще одно место в нашем списке, и кстати вполне заслуженное, занимает самая обычная коричневая древесина. Она рубится с аналогичных по цвету деревьев, которые разбросаны по всем локациям и вообще, по правде говоря, считается сорным реагентом, который практически не нужен. Вы сможете использовать его в очень ограниченном количестве рецептов, и реальное применение он находит разве что при производстве костров. Костров? Удивятся игроки с опытом. Кто вообще делает костры, когда можно прокачать ветку талантов Pathfinder и никогда не страдать от проблем с регенерацией здоровья? Вот в этом и беда. Для того, чтобы не страдать от проблем с регенерацией, нужно или играть в группе, или играть в одиночку и знать про наличие этой самой ветки талантов. Беда в том, что знает об этом очень ограниченное количество пользователей, и без создателей контента секрет этой ветки для многих остается за кулисами. Чего уж там, практика тестирования показала, что пользователи настолько нелюбопытны, что даже не знают о том, что по достижению пятого уровня можно выбрать ветку пассивных талантов. Благодаря этому костры пользуются огромным спросом у новичков, которых на запуске CorePunk по понятным причинам будет много, а значит им можно будет эффективно и быстро продать древесину. Честно, насколько профитно это делать именно на биржах вопрос открытый, но продавцы с опытом сообщили, что им удавалось продавать одну единицу этого ресурса за 10 российских рублей. А это в свою очередь позволяет предположить, что стопка стоила 200. Учитывая, что в час вы можете делать до 8 стопок без каких-либо проблем и с практически нулевой конкуренцией, цена выглядит интересно. Другое дело, что наживаться на новичках дело не очень этичное, но это уже на вашей совести. Нельзя не вспомнить в этом материале про такой потрясающий базовый реагент, как железная руда. Железо это самый стоковый ресурс, который вы можете добыть при занятии горным делом. Вот только с его получением есть два важных момента. Во-первых, она выпадает лишь в 4 случаях из 10, уступая метеоритной руде, чей шанс получения гораздо выше. Во-вторых, железо необходимо просто в колоссайнейшем количестве заданий и рецептов. В-третьих, добыть его можно только из друз, который в лесу обнаружить довольно тяжело. А поэтому пользователи чаще всего передвигаются в сторону рудников, где в итоге набирается критическая масса игроков, что в конечном счете приводит к дефициту этого ресурса на рынке. Особенно, когда мы говорим про запуск проекта. Ведь в этот момент за рудой начинают охотиться даже не десятки и не сотни пользователей, а полноценные тысячи. Рудников же в игре всего 3 по одному на каждый грейд. И удобно находиться там можно только при наличии двух, максимум трех конкурентов. Каждый из которых выберет себе небольшую зону и будет собирать ресурсы в ней. Из-за этого дефицит железа на рынке очень сильно ощутимый, более-менее исчезает только через продолжительный период времени. Опять же, это по опыту тестирования. Но на релизе, скорее всего, он будет ощутим постоянно, что возводит данный реагент в список самых дорогих из тех, что доступны в белом качестве. Биржи, надо заметить, это тоже довольно точно отразили, а поэтому одна единица железной руды на них продавалась по 40 российских рублей, а пачка, соответственно, за целых 8 листов. Велик ли был спрос? Если спрашивать профильных продавцов, то по их заверениям железо было самым ходовым ресурсом из всех представленных в проекте. Однако, если вы думаете, что на этом рудные дела заканчиваются, то вы очень сильно ошибаетесь, ведь в этом ремесле добывается еще и изотоп 238. Этот реагент является зеркалом для неоновых грибов, а поэтому требует от вас 40% мастерства в горном деле и сбор друз-руды не меньше второго тира. При этом шанс упадения его довольно низок и составляет все те же 5 штук в час при отсутствии конкуренции. Реальные же цифры и замеры указывают, что в действительности это чаще 3 экземпляра за тот же период времени. Учитывая же количество игроков в рудниках, то это вполне может быть и одна штука за день. По стечению обстоятельств этот реагент все так же требуется в основной цепочке заданий игры, но на этом его функционал не ограничивается, ведь также он крайне востребован в изготовлении особых ходовых артефактов, которые пользуются наибольшим спросом среди игроков. Все это возводит его в ранг достаточно дорогостоящих, и все на тех же биржах он вполне результативно улетал с молотка по цене в 650 российских рублей за штуку. Правда, есть два продавца, которым удалось сбыть несколько копий по 800 рублей, что чуть дороже, но это было временно в первые два дня, а потом цена снизилась и удерживалась на упомянутой позиции. Есть в нашем списке место реагенту и снятия шкур. Если говорить конкретнее, то речь идет про зеленый панцирь, ингредиент, который добывается исключительно с черепах. Он, как и предыдущий в этом списке, является редким, а поэтому выступает в роли аналога изотопа или неонового гриба. К последнему по ценности он сильно ближе. Получить его можно, если у вас есть 40% мастерства в кожевничестве. Разница только в том, что нет необходимости резать каких-то конкретных черепах. Выпасть он, во всяком случае на сегодняшний день, может с обитателей любого уровня. Востребованность в нем аналогична, что и в случае с предыдущими предметами. Он нужен для задания, но вот в ней его большой популярностью не пользуются. Да, есть рецепты, где вы можете его встретить, но не сказать, что панцирь и черепах прям очень сильно нужны для их создания на этапе прокачки профессии. Впрочем, полученные предметы из них тоже большой ценности в масте своей не имеют. Поэтому панцири покупают чаще всего для задания, и спрос на них имеется только первые дни. Дороги в рамках четвертого альфа-тестирования Корпанк начинались с отметки в 500 российских рублей за одну штуку, но уже через неделю сошли до цены в 100 рублей за экземпляр. Связано это с тем, что первое время на черепахах ощущается внушительная конкуренция. Этих животных в игре еще меньше, чем друз с рудой во всех существующих рудниках, а поэтому большой наплыв конкурентов мгновенно вымывает их с карты. Более того, значительная часть расположена в пвп-зоне, а там, как известно, вам безнаказанно или почти безнаказанно бьют лица большие группы игроков. Так что с их получением есть проблемы, но, к счастью, недолго, потому что со временем пользователи успокаиваются и переходят к другим ресурсам. Найдется в нашем списке место реагенту из травничества, а речь пойдет про синие лотосы. Они сами по себе зеленого качества, но ценник у них вполне неплохой. Связано это с тем, что они необходимы для прокачки мастерства в производстве артефактов, и ведь входят сразу в несколько довольно примитивных рецептов, которые имеют место быть. Кроме этого, их закупают в оптовых количествах алхимики, для которых они выступают одним из важнейших реагентов в проекте, позволяя создавать предметы на регенерацию здоровья, коими и качают это ремесло. Сами лотосы добываются даже с травы первого уровня и с нулевым навыком в ремесле, а поэтому на запуске их часто собирают на продажу. Спрос есть, ведь кроме ремесленников, которые начинают интересоваться ресурсами через пару дней после старта игры, их часто разыскивают и те, кто хочет сдать их по заданию. Таким образом, на синих лотосах можно заработать символические, но приятные деньги, если вы в целом решили сфокусироваться на сборе трав. Актуальная цена с бирж на этапе альфа-тестирования это 30 российских рублей за штуку, или 600 за пачку из 20 экземпляров. Не очень дорого, но именно как дополнительный бонус очень даже ничего. А вот что действительно пользуется спросом из травничества, так это каменелая колючка. Это еще один аналог много раз упомянутого неонового гриба, который добывается уже непосредственно с трав. Для сбора опять же необходимо 40% мастерства, но уже в травничестве, и собирать необходимое месторождение минимум второго тира. Штучка эта приоритетно пользуется спросом благодаря востребованности в производстве самых крутых артефактов второго тира. Крутость их заключается в том, что они очень хороши по характеристикам, и поэтому нужны практически всем. Два ключевых артефакта с их участием это солдатский имплант и имплант боевого мага. Первый дает силу атаки и здоровье в качестве основных характеристик, а второй фокусируется на силе атаки и силе магии, что делает его весьма приятным для многих классов, скалирующихся от обоих показателей. По этой причине колючка не очень дорого стоит в первые дни, ведь она просто не особо востребована. Но с течением времени спрос на нее начинает увеличиваться, и уже непосредственно к концу первой недели начинает постепенно доминировать на рынке. В рамках бирж данный ресурс стартовал с показателя в 500 российских рублей, но уже ко второй неделе тестирования благополучно достиг отметки в 1000 российских рублей, и весьма вероятно, если бы сервера периодически не обнуляли, мог бы подняться еще выше. Хотя нужно заметить, что траву собирать в этом проекте довольно удобно, и поэтому теоретически с появлением дополнительного региона спрос может наоборот обвалиться, ведь точек с реагентами на карте будет гораздо больше. А значит аудитория будет спокойнее относиться к происходящему, и резкого скачка цены не произойдет. В любом случае, спешить с покупкой этого ресурса не стоит, а вот если вы собираетесь его продавать, лучше не тяните. Возвращаясь же к снятию шкур, нельзя не вспомнить про волчьи шкуры. Это дело режется с волков любого уровня, и из него изготавливается кожа. Она в свою очередь нужна для нескольких стартовых заданий, а также пользуется определенным спросом при производстве предметов. Насколько этот реагент ценен? Как показала практика прошлых тестирований, волки — это самые опасные противники в рамках Корпанк на первых уровнях. Они без проблем разрывают лица одиночных игроков и также легко расправляются с аудиторией, которая ходит группами. Стоит задеваться или нанести слишком мало урона, как волки тут же на вас набросятся и буквально уничтожат своими эффектами периодического урона. Все это делает этих гадов крайне сложными на подъем, а шкуры получаемые с них довольно ценными на первых порах. В силу того, что новички имеют привычку выполнять вообще все задания без разбора, спрос на этот реагент довольно высок. Плюс с них еще добываются и глаза, но вот они уже нужны прям только в заданиях, а дальше игроки стараются их по возможности избегать. Так или иначе, но кожа — штука важная, а поэтому на старте Корпанк интерес к ней будет. Цена ее может вас немного удивить, но на тестированиях стоимость одной штуки составляла 100 российских рублей, а уже пачку продавали по 2000, что в свою очередь довольно много. С другой стороны, продавцы, с которыми велась консультация, сообщили, что чаще всего приобретали по одному экземпляру, что указывает на необходимость в них для выполнения заданий и не более. Мечевидные отростки. Самый дорогой и востребован реагент в рамках снятия шкур. Эта дрянь переделывается в биоматериалы, которые необходимы для производства артефактов на силу атаки и здоровья. Как вы понимаете, показатели являются ключевыми для большинства классов в проекте, и более того, если взять два этих артефакта и дополнить их некоторыми иными реагентами, вроде той же колючки, вы получите на выходе имплант второго тира с двумя этими показателями. Короче, ситуация безвыходная. Хотите обладать этими предметами, извольте доставать отростки. Где же их взять? Добываются они с черепах, причем эксклюзивно, а поэтому их постоянно не хватает. Осложняет ситуацию еще и то, что реально убивать черепах можно только начиная где-то с 15 уровня, ведь именно такой показатель будет у большинства из них на большинстве озер. Вот только сами водоемы расположены в зонах с пвп элементом, а поэтому наказывать вас там будут с завидной регулярностью. На втором и третьем альфа-тестировании там постоянно основали пачки, которые просто не подпускали к месту добычи этого ингредиента. Все это возвело отростки в стан одних из самых дорогих реагентов в проекте, за которые на биржах выкладывали по 60 российских рублей за штуку. Вы могли бы сказать, что кожа дороже, но вот в чем прикол. Она-то получается из трех шкур волков. Отростки — это лишь реагент, а не готовый материал. Так что да, сами биоматериалы уходят с молотка по 180 российских рублей за штуку, или по 3600 рублей за пачку, что является абсолютным топом на рынке для предметов белого качества. Впрочем, и достать их тоже довольно тяжело, особенно первое время. И, наконец, вишенка на торте. То, ради чего игроки готовы бросать деньги в монитор практически в безлимитном порыве, и то, что нужно абсолютно всем, в отличие от пресловутых реагентов и шклянок на опыт специализации. Венец творения Artificial Core и буквально двигатель экономики, который способен выторговать вам любой реагент, или по-быстрому позволит заработать на мороженое для любого партнера в реальной жизни. Имя этому чуду — рероллы, или как их называют сами игроки — монетки. Эти штуки нужны для смены характеристик вашего артефакта. Одни меняют количество основных характеристик на предмете, вторые меняют количество вторичных характеристик, а вот третьи, самые ценные, меняют вторичные показатели на новые случайные. Это означает, что если вам выпал паршив артефакт с какой-нибудь регенерацией маны на танка, а денег на новые нет, потому что это всегда было очень дорого, именно монетки позволят вам через машину синтеза заменить одни показатели на другие, и, возможно, на второй раз вам повезет. Более того, при смене нет защиты от дубликата, поэтому если вы прям очень везучий черт, вам может выпасть три одинаковых вторичных показателя, которые будут вам очень сильно нужны. Например, шанс критического удара. Стоит ли говорить, что это поднимает мощь вашего героя просто до небес? Беда только в том, что добываются они очень случайным образом, из сундуков и мировых боссов, а также, по слухам, из элитных противников в открытых подземельях, коих сделали в последних обновлениях чрезвычайно агрессивными и неприятными. Да и шанс получения, будем честны, далеко от 100%. Сколько же денег стоит это дело на биржах? Фиксированная цена распространения на тесте составляла 1000 российских рублей за экземпляр, меняющий свойства, и 500 рублей за штуку при разговоре о предметах, меняющих количество. Беда только в том, что полноценной машиной синтеза еще широкая общественность не пользовалась, и есть некое подозрение, что на релизе цена этой заветной штучки улетит в далекий космос. Как вы можете заметить, Корпанк это игра, неплохо подходящая для заработка вполне себе настоящих шекелей. Кто-то относится к этому скептически и считает, что за такие суммы приобретать реагенты в каком-то изометрическом MMORPG никто не будет. Но вот в чем парадокс. На тестах это происходило с завидной регулярностью, и барыги делали вполне себе солидные суммы на продаже данных товаров. Говорим мы про релиз, и полагаю спрос был бы еще выше, а значит не обратить внимание на эту сферу просто невозможно. Кто-то будет интересоваться ей исключительно из игровых целей, а кому-то эти цифры пригодятся для совсем другого ремесла. Главное, что вы получили их, можно сказать, из первых рук. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а лично вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность, и до очень скорой встречи!